Добрый вечер дорогие друзья. Продолжаем встречи на подворье Псково-общественного монастыря и сегодняшнего гостя по традиции представит Валентин Павлов. Добрый вечер, понедельник, мы с вами и сегодня у нас тот гость, которого вы однажды уже видели, Максим Кузнецов, сотрудник отдела религиозного образования и континентизации Псковской митрополии. И очень интересная тема, которая звучит так, всем вселенских соборов. Пожалуйста, внимание. С Богом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы начнем нашу лекцию, которая называется «Семь вселенских соборов». Она будет посвящена такой теме из истории Церкви, которая охватывает и историю, и события, и догматическое учение Церкви. В данном случае мы поговорим о том, какой причине созывались все эти соборы, какая роль была императоров, теперь уже православных, и какие решения были на этих соборах сформулированы. Если говорить о соборах, как о явлении, то, открыв первую книгу по истории Церкви, эта книга, одна из тех, которые входит в канун Священного Писального Завета. Это книга «Деяния святых апостолов». В книге «Деяния» мы можем узнать о тех событиях, которые происходили непосредственно после событий воскресения и вынесения Спасителя, о том, что же происходило дальше. И вот теперь уже, после того, как Господь вознесся, апостолы находились в Иерусалиме, они ждали то обетование, которое Господь им обещал, после того, как Он их покинет. Им было сказано, чтобы они находились в Иерусалиме, ждали сошествия Святого Духа. И вот потом, после этого события, после Дня Пятидесятницы, когда произошло рождение Церкви, в видимом ее ключе, как общество людей, объединенных Законом Божиим, Священном Чареем и Таинствами, теперь уже апостолы идут и проповедуют во всей Вселенной, как им заповедовал в этом Господь. Идите и научите все народы крестей во имя Отца и Сына и Святого Духа. И вот когда были важные моменты в истории Церкви, когда не мог решить один апостол, или два, или три, нужно было собраться все вместе. И вот первый такой собор, который был собран, о нем мы можем прочитать в книге Деяний, это был вопрос по поводу принятия в Церковь язычников. А кто такие язычники? Язычники это те, кто не продвижали к еврейскому народу, не были иудеями. Это были те люди, которые приняли Христа. Ведь Господь сказал, заповедуя апостолам, идите и научите все народы крестей во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть все народы, которые населяют землю, которые услышат слово евангельское, все без исключения теперь уже могут войти в Церковь. Потому что Господь был послан ко всем, без исключения людям. И вот, когда апостолы проповедуют, когда они получили Святого Духа, когда было сошествие Сеонской горницы на них, Святого Духа, теперь они уже не те, нежели бы и раньше. Они проповедуют, они ничего не боятся. И вот первый такой был момент, когда нужно было решить вопрос по поводу принятия в Церковь язычников. Сначала я покажу пособия книги, которые будут необходимы для тех, кто захочет изучить историю Церкви более глубоко, более обширно. Сначала я представлю такую книгу, которая называется «Догматическое богословие». Это книга нашего современника, преподавателя, профессора Церковского православного губитарного университета. Это книга «Догматическое богословие». В этой книге рассматривается учение Церкви, разбираются ее догматы, показаны все вот эти богословские термины, которые, разбираясь на Мстиленских соборах, о некоторых из них мы сегодня поговорим. И вот заслуга отца Олега Гавуякова в том, что он рассматривает все вот эти темы, фундаментальные темы, в максимально понятном виде. Он пытается разложить все действительно по полкам, чтобы каждый мог узнать свое учение. Учение той Церкви, которой он принадлежит. Как Господь заповедовал, чтобы любой вопрошающий мог получить ответ с кротостью и благоговением. И вот как раз вот эта книга, она не столько по истории, сколько по богословию, но окажет неоценимую услугу всем, кто интересуется как раз именно догматическим учением Церкви. Книга издана недавно, в 2015 году она пересдавалась. И если более ранее издана, то это самая ее последняя. Именно так выглядит ее обложка. Поэтому любой, кто может ее приобрести, изучит те как раз решения, которые выносились на Северских соборах. Следующая книга, именно касающаяся истории Древней Церкви, эта книга уже затрагивает именно события, непосредственно касающиеся Северских соборов. Это книга «История христианской церкви» автора Евграфа Смирнов. В этой книге рассматриваются все события, связанные с распространением христианства в первых веках и до века XVIII-XIX. Вот, являлся Смирнов «История христианской церкви». Эта книга является учебным пособием, по ней учатся в семинариях, вот, и как раз вот непосредственно события в Северских соборах. Ну и далее, касается и разделения церквей, вот можно найти в этом учебном пособии. Далее, книга «История Древней Церкви», тоже современная, автор ее Максимович. Эта книга издана Северских соборовским университетом, учебное пособие. До IX века она рассматривает события, и вот, здесь можно тоже увидеть и периоды истории церкви, вот, как все начиналось, в 1933 год, как раз это событие Пятидесятницы. Затем, в 1913 год, в Миланске, когда христианство стало разрешенной религией. Ну и далее, вот, «История Древней Церкви», автор, составитель Максимович. Затем, книга Александра Леонидовича Дворкина, известного нашего ученого-историка. В этой книге есть события, связанные с началом церкви, вот, с историей экзотийской империи, истории Западной империи и важнейших ее представителей. Вот. Все здесь, что касается взаимоотношения церкви и государства, здесь представлено. Вот. Эта книга тоже есть и в продаже, можно найти. Вот. Далее, если рассматривать непосредственно Вселенские соборы, то есть такая книга, пособие Антона Владимировича Карташова «Вселенские соборы». Вот. Так она выглядит. Здесь подробно все рассматривается. Вот. И «Богословская сторона». Вот. Вот этот автор. Далее, есть книга Митрополита Волковамского Леонида Малтеева «Церковь истории». Помимо этой книги, есть еще цикл фильмов из десяти серий. Я о нем сегодня расскажу. Вот. Здесь как раз в этом пособии он рассматривает распространение христианства и до настоящего времени, до 20-го и 21-го столетий. Вот. Можно и вот эту книгу, если есть возможность ее прогрести, тоже себе на полке иметь. Вот. Далее, книга о кипейской поверке «Семь зеленских соборов» тоже является учебным пособием. Вот. Это вот что касается тех учебников, по которым учатся студенты в семинариях. Вот. Ну и не только. Вот. Мы сегодня поговорим о «Семь зеленских соборов», насколько это возможно в формате лекции. Кратко поговорим про перешение соборов, какие были богословские термины здесь сформированы. Вот. Вот. Кто был инициатором соборов и какая была их причина. Вот. Ну и самые такие фундаментальные события мы сегодня тоже рассмотрим. Что касается «Семь зеленских соборов», то если само вот это слово произнести «собор», то, конечно, в первую очередь может прийти на ум это, как правило, здание, собор, но это теперь уже стало синонимом сооружения. Но нужно понимать, что собор – это собрание, в первую очередь. Конечно, в храме, в храме есть собрание христиан, которые пришли для участия в богослужении. Но изначально собор – это собрание людей, которые участвуют как раз вот в этом событии, если было необходимо вынести какое-то решение по какому-то важному вопросу. В данном случае мы упоминали о книге «Деяний». В этом моменте, историки называют разные, да, то есть версия, что 49-й год, есть версия, что 41-й год, когда апостолы первый раз собрались и вывели решение принять в церковь язычников. То есть тех язычников, тех людей, которые не являлись иудеями, им не нужно было обрезание. И вот по этому образцу, по образцу и как раз тому виду, когда собирались апостолы, чтобы принять в церковь язычников, и создавались вот эти вот вселенские соборы для того, чтобы собралась вся церковь, насколько это было возможно. Чтобы собрать всех представителей, собраться всем и вынести решение. Первый вселенский собор создавался в 325 году, это 4-й век, то время, когда стихли гонения, когда уже стало возможно исповедовать христианскую веру. Недавно совсем святой апостольный император Константин Великий издает Миланский гид, который разрешает исповедовать христианскую веру, не боясь никаких репрессий. Но, к сожалению, выстояв в течение трех веков, перед церковью возникают новые вызовы времени. То есть, теперь уже нет гонений, нет никаких запретов, но в церковь пришли образованные люди, вчерашние философы, ритеры, адвокаты, юристы, литераторы. И вот эти вот нового пришедшего христианства принесли с собой вот такой очень сложный багаж, состоявший из философских терминов. И нужно было отделить истину от искажений. И вот как раз вот первая вот эта вот причина для созыва Первого Вселенского Собора – это учение о Сыне Божьем, о Христе. Если взять в целом картину созыва Вселенского Собора, если взять ее и представить, то сначала было причиной – это искажение учения о Христе, затем о Святом Духе, затем снова появлялись искажения, называется христологические ереси. И уже завершением вот этого всего будет причина созыва Вселенского Собора – это гонильные иконы, то есть иконоборчество. После окончания Вселенского Собора, который был седьмым, будет почти через сто лет торжество православия, и на этом поставлена точка. То есть богословские все споры были практически закончены. То, что будет дальше после IX века – это будет повторение пройденного. То есть то же самое, но другими словами. И вот на все вот эти вызовы времени были даны ответы на Северский Собор. Первый Северский Собор был по причине ереси Ария, Александрийского пресвитера, который не понимал, как Сын Божий, который явился в мир, который был рожден. Он считал, что Сын Божий был высшее творение, и было время, когда Сына не было. Чтобы дать ответ на вот это, необходимо было собраться всем, созвать всех епископов. Причем некоторые из присутствующих на Соборе, они еще застали вина Ганинии. Были и те, кто пострадали во время Ганинии, но выжили. И им был особый почет. И вот теперь уже, когда нужно было дать ответ на вызов времени, о том, что Арии – предлучение, которое противоречит преданию, писанию, противоречит Божественному Ковению, нужно было дать вот этот ответ. И Собор продолжает догмат о том, что Сын Божий единосущен Отцу, то, что Он завечен Отцу, и не было того времени, когда Сына не существовало. И вот, если более подробно говорить об этих догматах, о решениях, то гораздо в книге отца Гагаваденкова нам поможет это узнать и разобраться. Нужно понимать то, что решения, догматы, их приходится принимать на веру, потому что учение о Боге, оно является тайной. И только то, что Господь открыл, чтобы люди правильно понимали, как раз и этому послужили пониманию эти вот богословские термины. Причем приходилось брать из философии, из различных учений, отделять истину лжи, звердом плевел, как Евангелие. И вот самые подходящие, самые оптимальные термины были взяты за основу формулировок этих догматов. Помимо этого, на Первом Союзном Соборе было еще принято 7 членов Символа Веры. Если мы вспомним Символ Веры, как он звучит, который появился на Литургии, то как раз и все вот эти выражения там присутствуют. Вера в едином Бога Отца Всерожителя, в отца не вызвели, в едином всем и невидимом, «И во едином Господа, Иисуса Христа, Сына Божия и народом, и же от отца рожден, и прежде всех век». То есть здесь показано то, что Сын Божий прежде всех веков существовал, то, что он от отца рожден. И вот то, что касается до учения Святом Духе, вот это все было на Первом Союзном Соборе сформулировано. Вот. И вот если мы вспомним Символ Веры, почему вот упоминается такое историческое идее, как Понтипилат, чтобы показать то, что Христос уже существовал, потому что в существовании Понтипилата никто не сомневается. Вот. Конечно, могут быть сомнения в существовании Христа, разные есть, называется, споры, и до сих пор они ведутся. Вот. Но чтобы подчеркнуть то, что Христос существовал как личность, и пришлось упомянуть Понтипилата. Вот. Помимо этого, на Первом Союзном Соборе был вопрос о праздновании Пасхи. Вот. Пасху постановили праздновать первое воскресенье после наступления полнолуния, которое приходится на период после весеннего равноденствия. То есть, если вспомним весеннее равноденствие, вот каждый год по-разному, и вот формировка такая после Иудейской Пасхи, после 14-го Ниссана. А Ниссана – это примерно март месяц. Это весна. Вот. То есть, первое воскресенье, после Еврейской Пасхи, Иудейской, после которых наступит полнолуние. Вот. В этот день празднуем Пасху. Самая ранняя Пасха – это начало апреля, а самая поздняя – это начало мая. Вот. Далее, что касается Второго Северного Собора, то здесь это уже 381-й год, когда церковь созывает Второй Собор по поводу очередной ереси. Ересь – это искажение. Искажение учения, которое противоречит божественному правению, противоречит преданию. И вот нужно было собраться и дать ответ. На этот раз Второй Северный Собор по причине Духоборчества это была ересь, которая искажала божество Святого Духа. И вот нужно было дополнить символ веры следующими выражениями «И Духа Святаго, Господа Желтого, Прящего, Иже-Поста Исходящего, Иже-Поста Всемын Сыном, Споконяемого и Славиемого Голшего Пророки». То есть о Святом Бурге идет речь, то есть Святой Дух является третьим лицом Святой Троицы, то есть не просто силой Божией безличной, а именно как раз личностью. Ну и вот отца Олега Давиденкова, если возьмем эту книгу, там как раз показаны цитаты, сочинописания, из Ветхого Завета, из Нового Завета. И отец Олег, он как раз излагает решение Вселенского Собора. Далее, после того, как Вселенский Собор составил силу веры, чтобы в кратких, но точных словах изложить учение Церкви, в нем было запрещено вносить какие-либо изменения, раз в силу веры, то есть новое ничего больше вносить не следовало. Но и после Второго Северского Собора будут другие ереси. И вот дальше уже ереси, которые будут на Третьем Северском Соборе, на Четвертом, на Шестом, это ереси христологические, то есть ереси, которые искажают учение о Христе, о Сыне Божьем. То есть, если мы будем верить не так, как изложено на Северском Соборе, а Северские Соборы созывались как раз в том, чтобы все-таки изложить истину, из преданий Церкви, из Откровения Божественного, из Священного Писания. Вот. Брались эти все формировки. И вот в этот раз в 431 год, 5 век, император Феодорисий младший, и вот возникло новое лжеучение, которое искажало учение о Христе. Это нестарианство. Неистория был Константиновский патриарх. Он ложно учил о Христе, о том, что в нем, как в обычном человеке, божество обитало как храме. То есть, во Христа человека вселился Бог. Вот. И он называл Бакародицу Христородицей. И вот такая крайность. Дело в том, что если кто-то пытался человеческими мерками постинуть болезненные откровения, логически все сформулировать, то это приходило к каким-то результатам. То есть, крайним выводом и возникало искажение. И вот если были попытки логически объяснить, то это как раз приводило к таким вот юрисианам. Это очередная, можно сказать, вещь, которая в очередной раз доказывает то, что учение христианское, учение Христова, оно не изобретено кем-то. То есть, оно выше каких-то вот этих вот человеческих разумений. Вот. Если кто-то пытался его по-своему истолковать, то он это приводило к крайностям. А истина, она всегда была посередине. Нужно было избегать крайностей влево и вправо. То есть, это один из таких аргументов, что действительно учение Христова, оно не от мира сего, оно действительно пришло, извне пришло от Бога. И как раз ответ был на истрианство о том, что Христос, он является истинным Сыном Божиим, а Богородица Мария, она родила его людям для спасения. Она послужила как раз спасению человечества. Вот. То есть, Христос не человек, в котором селилось Божество, он превечно существовал. Далее, Четвертый, Северный Собор, очередной был вызов времени, когда нужно было еще раз собраться и ответить на вот этот момент. Вот. Здесь уже учение юридическое, это учение, которое называется монофизитство. Если мы говорим о монофизите, само слово показывает о чем оно говорится. Монос один финзис природа. Монофизиты учили о том, что во Хресте только одна природа. Природа Божественная, а человеческой нет. И вот для того, чтобы ответить на это собор, выносит определение, что Христос совершенный Бог и совершенный человек. А во Христе есть два естества человеческие и Божественные. Если мы вспомним Евсимнамскую молитву о том, что происходило перед распятием Спасителя, мы помним, как Господь молился. Очереда минует чаша сия, но не моя воля твоя добудет. Мы видим то, что Христос боится, то, что Он молится до кровопота. А кровопот это крайняя степень избождение человека, какая только может быть. Мы видим то, что Он очень сильно устает. Он испытывает страх, испытывает тяжесть, испытывает действительно борение. Вот эта молитва показывает наглядно человечество и Божество. То, что человечество оно боится, оно испытывает страх. И вот всегда вот это вот «А вовочи в чашу это мимо принеси» это уже фраза, она, можно сказать, стала крылатой, означает то, что чаша, она неминуема, и эта чаша не просто какое-то испытание, это действительно трагедия. Это очень тяжкое перенесение страданий за весь человеческий род. Делый раз Евсиманс Марифа показывает борение между Богом и Человеком, когда человеческая природа Христа она боится ведущих страданий. А потом уже, когда действительно пришли стражники и взять Спасителя, он отведен на суд. И далее будет как раз момент суда, распятия и воскресения. Далее Пятый Силенский Собор это 553 год. Он был немножко таким искусственным Пятый Силенский Собор и о том, что император Истинян Великий, святой император Истинян Великий, правивший в Византии в VI веке, он хотел в очередной раз дать ответ монофизитам, но императору сказали, что нужно осудить произведение учителей, на которые ссылаются различные нестойкие веры христиане, и бывало такое, что ложные сочинения распространялись, и нужно было дать ответ. И вот осуждаются на Пятый Силенском Соборе учителя, из-за которых появляется и монофизиство, и месторианство раньше осуждены Феодорет Кирский и Ведеский. Имеются были осуждения не сами, а их произведения. Они еще были живы, они осознали заблуждение, покаялись, осужден только Феодором Апсоистическом, который к тому времени скончался. помимо этого на Пятом Силенском Соборе будет осужден Ореген, и вот такие некоторые искажения и крайности. Если мы вспомним учение о Всевышем Спасении, бывает иногда возникает такой спор, это полемический такой характер имеет. Люди могут себе спастись, Господь благ, не допустит того, чтобы кто-то погиб, а кто-то спасся. И вот такое учение о Всевышем Спасении было тоже осуждено на Пятом Северном Соборе. Я назову греческий такой термин, если его нет, может быть, на слух будет воспринят, этот термин звучит как апокатастосис, то есть учение можно сразу ввести у кого есть под рукой поисковик учение о Всевышем Спасении апокатастосис. Это учение, которое учит о том, что все падшее творение будет восстановлено в конце мира, оно будет спасено, и даже будут спасены падшие ангелы. Вот такая крайность. Потому что Господь благ, Он не допустит гибели и так далее. И вот эта крайность осуждена на Пятом Северном Соборе. Если где это будет звучать, это учение о том, что все спасутся, нужно ответить, что это судило заседание Пятого Северного Собора, потому что это крайность. Мы помним, что Господь говорит в Евангелии, что одни будут поставлены на Пятом Северном Северном Соборе. То есть дан был ответ на вот этот вызов времени. И как раз здесь нужно было собраться и ответ был дан. Если где-то когда-то будет возникать у кого-то мысль, где-то может быть она прозвучит, либо в реальной жизни, либо в интернете, либо еще как-то, то нужно ответить, что учение спасения падших ангелов, учение спасения всех без исключения осуждено, и были спасены, то человек не нуждался бы в подвигах тому, чтобы соблюдать заповеди, действительно, как Господь говорил, что «Ставрили Марум Сим, ставрили мне». И вот как раз это осуждено на Пятом Северном Соборе. Шестой Северный Собор, 680-й год, созывается по поводу очередной ереси, на этом Соборе осуждается такое учение, которое называется монофилийство. Монос, один, филис, воля. И вот как раз истинное церковное учение учит о том, что Христос имеет в себе две воли, как Бог и как человек. То есть если во Христе две совершенные природы, божественная человеческая, то в нем две совершенные воли. И есть такое выражение невоспринято неврачевно. Если Господь не воспринял человеческую природу совершенной воли, то Он ее и не спас. Почему мы называем Христа спасителем? Потому что Он спас изнутри, внутри себя спас человеческое естество падшее, его воспринял, внутри себя его соединил с Богом, и как раз это естественно было совершенным. Есть природа, есть теория совершенного престия, божественная человеческая. Вот так вот. И как раз вот это учение оно сформулировано в Шестом Святом Соборе. Многие из своих отцов буквально жизнь положили на то, чтобы сформулировать вот это учение. Вот мы вспомним, вот недавно была память приводом Васима Исповедника, он за свою веру, за оставление истины пострадал. Вот. Его сослали на Кавказ, в то время ссылка в те земли означало медленной казнью. Вот. И вот преподобно Васимов Исповедник буквально за каждый термин претерпевал мучение. Вот. Ну и далее, его еще называют Пятым-шестым Святым Собором, он дополнительный, может быть, он был бы и Седьмым. Это Собор 692 года, который называется Трульский Собор. Трульский Это Собор, который проходил в палатах особых таких вот с особыми сводами. В помещении проставил бизантийский император. И как раз собор Пятым-шестым, между Пятым-шестым, он как раз дополнил, издал 102 правила канонических, по которым жила церковь между Шестым-шестым и Седьмым соборами. Вернее, он проводился. То есть, если кто-то захочет посмотреть подробно все вот эти правила, которые составлялись на Заветских соборах, есть такая книга, называется Книга правил. Книга правил, может и пескови ее вбить, есть Книга правил, где собраны правила апостолов, имеется в виду правила, которые передают дух учения апостолов, то, как жила церковь первые века. Также в книгу правил вошли деяния Северских соборов, есть толкование Никодима Милоша, это был канонист, толкователь правил апостолов Никодим Милош, если ввести Никодим Милош, его толкование правил, то как раз нам это все расскажет, какие были причины созыва и вот что постановили. Ащи то-то и то-то, то будет то-то и то-то. Правда, в основном на славянском языке одно понятие. То есть все вот эти вызов времени, может быть актом и сейчас, конечно, во многом что-то в прошлом времени, но вот все то, что постановили на соборах, то, что оно не отменяется, оно все есть в сборе книг и правил. Столкованием желательно вот Екадема Милоша. И вот, наконец, Седьмой Семенский Собор, если мы о нем поговорим, это уже такой собор, который появился в восьмом веке. Вот если представить общую картину, бывало такое в истории любого государства, когда не находилось у власти благоразумного, здравого, мудрого императора-мужчины, и вот приходилось женщине на престоле брать власть в свои руки и вот отвечать нам за время. Много геи государства, если вспомнить историю, являются воющее страниц, когда императорица женщина была много макразумнее, чем мужчина. В данном случае императорица Ирина, которая была тайной иконопочитательницей, дело в том, что к восьмому веку запрещено было чтить иконы, как идолопоклонство. Иконы, как и видимый образ спасителя, Богородицы, святых отвергались сначала императорам, потом его подданами. Дело в том, что императорам изнохийским подали такую идею, что если убрать иконы, то может быть иноверцы придут в христианство, если не будет таких видимых знаков, идол, если не будет в обиходе. И вот многие из императоров, христианские императоры, вот, сейчас сделают Костинка по ним, вот, Лев Арменин, они убрали из обиходов иконы, запретили их почитать, запрещали к ним прикладываться, и вот нельзя было чтобы икона находилась даже в храме, заменялись росписи в храмах различными орнаментами, вот, и икона фактически была объявлена вне закона, это вот 7 век, 8, вот, и далее даже до 9, и вот нужно было ответить на вот это вызовремение, многие из святых пострадали даже до смерти, вот, если вспомним святых 8 века, 9, это уже самый известный преподобный андамаскин, он составил такой труд, который называется Сочные знания, и вот самая известная часть называется Точное изложение православной веры, может быть, где-то он тоже попадется, чтобы знать учения Церкви, также труд и отдельные произведения Преводона Иоанна Маскина, они могут послужить очень-очень подспорьем. Также у Преводона Иоанна Маскина есть такой сборник «Три слова в защиту святых икон», вот, три произведения как раз они дают ответ на все вот эти вот ненумения. Как правильно считать икону? Для того, что на иконе, на любой изображается личность, показана личность Спасителя, Богородица, Святых, если взять Святых, то они уже смотрят на нас из горнего мира, вот, они находятся в Царстве Небесном и оттуда к нам являют как раз свой лик и свою помощь, вот, то есть на иконе изображается не человечество, не человечество, которое изобразить невозможно, изображается, показывается именно духовный облик, вот, если вспомним, что такое портрет, что такое фотография, то, конечно, видим телесный облик, вот, но именно икона является собой духовный лик любого святого, который нас смотрит уже из Царства Небесного, то есть на иконе показана личность, именно об этом говорили и преподобный Федор Студеев, и Иван Дамаскин, вот, то есть на иконе показана личность, и к ней прикладываются христиане, почитают икону, как действительно путь к первому образу, любой образ, если взять, даже если это не икона, то он нам дорог, потому что на нем изображен другой нам человек, вот, а если святой на иконе, то естественно эта икона почитается, как если бы святой явил свой облик из Старства Небесного, и вот как раз икона, есть даже такое выражение икона Евангелия для неграмотных, для тех, кто, может быть, не умеет читать, вот, если взять икону Троицы, то показан Сын Божий в Назарейской одежде, слева Бог Отец, Астрала, Святой Дух, вот, икона Две Рублева, проподобно Две Рублева, вот, здесь, в данном случае, пришлось созвать Северенский Собор, чтобы, действительно, ответить на то, как правильно почитать иконы, потому что икона, это не идол, это образ, который почитается, потому что на нем явлен именно первый образ, а такого раньше еще не было, у первых христиан были в катакомбах, они сейчас сохранились, росписи символические, сначала были рисунки, которые показывали, допустим, то, о чем говорил Спаситель, вот, показываны были в гроздь винограда, затем первые были рисунки, соображавшие само Спаситель, Богородь, и так далее, иконография развивалась и до настоящего времени, вот, мы можем наблюдать, как менялось изображение, вот, кто-то, может быть, любит более древние плоды, кого-то ближе, более современные, но, в данном случае, Семьосемский собор, это 787-й год, восьмой век уже, и вот, при Итарлице Ирини опровергается иконопорческая ересь, вот, и вот здесь как раз дан ответ на то, как правильно почитать иконы, вот, но, к сожалению, именно Семьосемский собор все еще не закончилось, если мы вспомним, что такое торжество православия, это восемьсот сорок второй год, торжество православия мы вспоминаем первое воскресение Великого Поста. Первое воскресение Великого Поста, когда вот первая семица заканчивается, начинается вторая, и вот после Литургия мы совершаем чин, в котором разрушается вечный памятник царю Константину, царице Ирине, всем другим императорам, которые послужили на благо церкви, вот, но если вспомнить личность императоров, если вспомнить сколько они сделали от церкви, дело в том, что мы их построили для того, чтобы вспомнить именно их вот эти вот подвиги на благо церкви Христовой, то есть ярость не означает безврежность, безврежность только сам Господь, вот, конечно, многие, если они, свои императоры могли и ошибаться, вот, вспомним детсказаветного царя Давида, его покаяние, но в данном случае императоры Константин Великий и почитают за то, что они дали именно свободу церкви, сделать все, чтобы церковь могла беспрепятственно проповедовать, собираться, если возникают какие-то споры, проблемы, давать ответ на вызов времени, и вот, равнопростный царь Константин Великий вспоминается в день Тожества Православия, вот, причем равнопростный достаточно мало святых, вот, мы вспомним Кирилла Мефодия, равнопростный нашу книги Невольку, вот, и вот, именно императоры Константин Великий почитаются как тот, который дает, наконец, свободу церкви. Затем вечная память царицы Елене, вот, ну и ряд других императоров, вот, то есть теперь уже вечная память не в том смысле, что именно молиться за умерши, а именно вечное память и прославление тех, которые были в истории и которые остались в памяти, теперь они в Царстве Небесном, вот, и вот то жество Православия как раз победано всеми Елене, Именно то жество Православие это 842 год, 9 век, уже окончательно при императрице Феодоре будет вот этот момент в истории, когда теперь уже поставлена точка в богословских спорах, 9 век, то есть окончательно дан ответ на вот эти все вызовы, вот, и императрица сначала Ирина, потом Феодора, они как раз смогли выстоять, сохранить иконопочитание и благодаря им был принят догмат о сначала почитании икон, затем именно то жество Православия как победа над девисями, вот так вот. То есть 9 веку заканчиваются все богословские разногласия, споры, после 9 века больше уже именно таких вопросов не поднималось, то есть то, что будет дальше, в церкви были, конечно, унии различные, и в 16 веке было, и так далее, были расколы, но теперь уже это по другим мотивам. Именно учение церковное, именно учение очищенное от искажений, от различных крайностей, оно было, можно сказать, выковано именно здесь, на сельских соборах. Многие из таких отцов всю жизнь положили на то, чтобы именно тот или иной термин правильно людям донести. Но что касается восьмого сельского собора, возможно или нет, были в истории такие соборы, например, затагившие взаимоотношения между церковью западной и восточной, это было в 879 году, вот. Дело в том, что если вспомнить вот эту именно цифру 7, необходимо сказать, что еще в Ветхом Завете книга притчи, вот может вспоминаться вот это место, премудрость построил себе дом, сотворил себе храмину, вытесала 7 столбов, заквал жертву, растворила вино и приготовила у себя трапезу и сказала, идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мое растворенное, оставьте неразумие и живите и ходите путем разума. То есть 7 столбов это как раз 7 оснований, на которых строится дом, на которых он стоит и который нельзя в никаком случае трогать, иначе дом просыпется. Но в данном случае речь идет о 7 столбах церкви, на которых она стоит. И это пророчество книги притчи, это 9 глава, 1 или по 6 стихи. Как раз о премудрости здесь впервые слово цифра 7 появляется. Далее мы вспомним, что в церкви 7 таинств и именно в церкви, в истории церкви 7 светских соборов именно ни больше, ни меньше. То есть если представить общую картину, то здесь именно все вызовы, которые возникали, они как раз и возникали закономерно. То есть сначала учение о Христе, затем о Святом Духе, затем христологические ереси, как правильно учить о Христе, о Сыне Божьем, ну и затем как такой итог это иконоборчество. отвергнуты отвергнуты христи, отвергнуты были сочинения иртиков, ну и христи о том, что спасутся все, вот, и наконец иконоборчество, оно было побеждено. То есть иконоборчество это не столько отвержение икон из-за наспас было в пришествии Семьего Спасителя и как доказать, то это как раз иконы, изображения Христа, Богородицы и Святых. Вот так вот. То есть для того, чтобы правильно устремлять свой взор в горе, то есть ввысь, им нужны были иконы. И вот как раз Тесеринский собор это фундамент, основание Церкви. Почему вот и Господь говорит, что содержит церковь, но ее в рта не одарует ее. То есть церковь как дом, как собрание людей, которое находится в этом доме, оно будет пребывать до скончания мира. И Господь заповедовал апостолам, чтобы они проповедовали, учили, крестили. И везде, во все народы, во все пределы они были апостолами как ученики. У апостолов были мужи апостольские, которые были непосредственно их учениками, которые основали церкви. Допустим, церковь апостолами первозлавной. И таким вот образом христианство в мире распространяется и появляются поместные православные церкви. Но, как мы знаем, русская церковь появляется. Сначала было фото его крещения в 862 год, потом крещение при князе Владимире в 988 год, ну и до сегодняшнего дня. это что касается Севернского собора. Ну и я напомню вот таком еще наглядном пособии. Есть такой цикл документарий фильмов называется «Церковь в истории». Его автор мидрополит Волокамский Лурион Алфеев. В этом фильме 10 серий. Каждая серия посвящена отдельному периоду истории церкви. Здесь вот я взял один из фильмов «Церковь в истории». Как раз мы увидим те места, где представили эти события. Мы посмотрим не весь, а только часть. Вот. на путях честные и святые иконы, написанные красками и сделанные из мелких камней или другого материала, будь то иконы Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа или непорочной владычицы нашей Пресвятой Богородицы или честных ангелов и всех святых и преподобных мужей. Ибо чем чаще они бывают нам видимы через изображения на иконе, тем чаще созерцая их мы подвязаемся вспоминать и любить первообраз. Победа церкви над иконоборчеством привела к новому расцвету искусства. С утроенной энергией живописцы, находившиеся в тисках запретов и вынужденные довольствоваться растительно-животной тематикой, взялись за восстановление священных изображений. В середине IX века в апсиде храма Святой Софии было сделано мозаичное изображение Божьей Матери с младенцем на руках и двумя архангелами по обеим ее сторонам. Мозаика была снабжена надписью в настоящее время почти полностью утраченной. Изображения, которые обманщики здесь не звергли, благочестивые правители восстановили. Образ Божьей Матери наряду с образом Христа Пантократора занял центральное место в программе росписи храмов именно в послеиконоборческий период. В чем значение Вселенских Соборов для истории Церкви? Прежде всего в том, что эта эпоха стала временем окончательного формулирования православного вероучения. Каждый Собор был ответом на ту или иную ересь, потрясавшую Церковь в конкретный исторический период ее бытия. Но оказывалось, что ереси становились движущей силой развития православного богословия. Именно в ответ на ереси, каждая из которых бросала вызов Церкви, ее вероучению, ее духовному строю, богословы находили те точные формулировки, которые ложились в основу православного догматического предания. Каждый Собор помимо догматических вопросов рассматривал также дисциплинарные вопросы и издавал канонические определения. Так закладывалась основа церковного устройства, которое со времен Вселенских Соборов оставалось неизменной. Эпоха Вселенских Соборов стала самой продуктивной в истории христианской церкви на Востоке с точки зрения богословского творчества. Именно в эту эпоху жили те отцы церкви, которые в православной традиции почитаются в качестве вселенских учителей и святителей и творцов догматического богословия. Наконец, эпоха Вселенских Соборов ознаменовалась становлением и развитием монашеского движения, оказавшего огромное влияние на весь духовный строй православной церкви. Бурное развитие монашества связано с окончанием эпохи гонений при Константине Великом и превращении христианской церкви в благоустроенный институт, пользующийся всеми благами цивилизации. В Палестине, Египте и Сирии 4-5 веков монашество существовало трех родов общежительное, отшельническое и скидское. Монахи общежительных монастырей жили большими группами, по 100 и более человек. Отшельники жили поодиночке. Монахи скитов по 2-3 человека. Непригодную для жизни безводную и жаркую пустыню, где температура воздуха нередко достигает 40 или 50 градусов, монахи превратили в город со своей системой водоснабжения и жизнеобеспечения. Одним из великих отшельников является преподобный Антоний великий, живший в Египте на рубеже 3-4 веков. Еще в юности он услышал в церкви слова Христа. Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною. Евангелие от Матфея. Эти слова так поразили юношу, что он раздал свое имущество и начал вести подвижнический образ жизни. Сначала у себя дома, а затем в пустыне, куда он удалился и где провел 20 лет в одиночестве. Когда об Антонии узнали, к нему начали стекаться ученики. Сначала единицы, потом десятки, сотни и тысячи. И если в четвертом веке монашество зародилось как форма ухода от мира, то в дальнейшем монахи стали возвращаться в мир и селиться в городских пределах. Это была своего рода монашеская миссия в миру, в результате которой происходила постепенная христианизация мира, и идеалы монашества проникали в широкие слои византийского общества. Монастыри превратились в крупные миссионерские и посвятительские центры. Монастырское богослужение посещали миряне. Монахам приходилось осуществлять духовное руководство мирянами, иметь тесные и постоянные контакты с городской жизнью, кого-то посещать, кого-то принимать. Монашеское движение в эпоху Вселенских Соборов имело массовый характер. В одном только Константинополе к середине VI века насчитывалось 76 монастырей, а к началу иконоборческого периода общее число монахов в Византийской империи составляло около 100 тысяч. Одной из наиболее знаменитых городских обителей Византии был Студийский монастырь в Константинополе. Монастырь вел широкую просветительскую деятельность. Он обладал богатейшей библиотекой и скрипторией, где целый штат песцов занимался систематическим переписыванием книг. В послеиконоборческий период завершилось преобразование восточного монашества из спонтанного движения ревнителей духовного подвига в отдельное сословие внутри церкви. С тех пор и до сего дня оно играет в православной церкви ведущую роль. Если попытки государства приручить церковную иерархию во многих случаях уведчивались успехом, то приручить монашество, включить его в общую социальную и политическую структуру государства императорам так и не удалось. Зато монашеству удалось на долгие века приручить христианскую церковь на Востоке. Монашеское богослужение постепенно вытесняет из употребления приходские богослужебные уставы. Монашеская аскеза ложится в основу церковных установлений о посте, в руках монахов концентрируется духовное просвещение, монахи становятся духовниками мирян. В отличие от латинского запада, где монашеские ордена были независимы от местных архиереев, в Византии монастыри подчинялись епископам. Однако сами епископы были монахами, но руководящие должности в епархии нередко возводились монашествующие. Такая практика сохраняется во многих православных церквах до сего дня. Ибо по словам преподобного Феодора Студита, монахи это нервы и опора церкви, соль земли и свет миру. Вот мы увидели как раз те места, где происходили события с Розназеленским собором, особенно с 7-м, конечно. И что касается именно его заседаний, то помимо икон, гадин и икон, императоры к тому времени к 8-му веку и 9-му начали гадение на и другие святыни, в том числе и на святые мощи и на монахи и струщики. Именно на плечах монахов вынесли последний вызов времени, ради которого созывался последний Зеленский собор. И упомянули Феодора Студита, преподобного Маскина, как раз вот эти, которые ответили на вызов, связанный с гонением Маскина, скорее на почитание святынь. Спасибо большое, Максим, великолепная лекция. Знаете, поступило ряд вопросов, но вот по порядку, да, вот такой вопрос, он как бы многих всегда интересует, не могли бы рассказать о святителе Спиридоне Требефудском, который как раз на одном из Сиренских соборов, да, о догмате Троицы. Да, можете? Дело в том, что по поводу Первого Сиренского собора начинаются как раз споры касательно Троицы, и вот разных есть источников, сколько там было на соборе отцов, есть такая тоническая цифра 318, вот, это 318 был еще в Музоведе, когда с Абрамом отроки победили восточных царей, и эти цари вывезли прям его припянем кого-то. Здесь 318 такая цифра считается символически в то же время окончательной, потому что разные есть мнения, что соборы не одни пропадали, кто-то уезжал, кто-то приезжал, но вот есть также и мнение по поводу Сиренского 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 на то, что он показал, как в одном естестве, в одном естестве совмещаются три. Причем у него многие, кто присутствовал, сначала геродей допускать до споров, потому что он был не ученый, он был из пастырей, в прямом смысле этого слова. И вот Сиренский 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 взял по преданию камень, сжал его, и вот есть сведения, что огонь шел, есть сведения, что вода и шла. И вот Сиренский Сиренский что как в одном естестве вода, огонь и прах. И вот таким образом он ответил на спор по воду Троицы, как может быть три в одном, вот как совмещается Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой. И вот как допустим во Христе может быть Божество и человечество. И вот он ответил в таком видимом как раз ключе и вот в воду этого как раз символического смысла вот потому что не всегда можно богословскими терминами не всегда не будет понятно а вот именно крайний такой вот как раз момент чтобы показать как три именно вещества могут находиться в одном предмете и вот и Жития сказал что он присутствовал и вот наказал тем кто был умнее его грамотнее его но в данном случае он был сильно искусен в таком виде чтобы показать все наглядно и у него была такая горячая вера чтобы действительно как мы знаем он мог змею в золото обратить и обратно ее обратить из золота змею и так далее вот поэтому не только богословскими терминами какие-то споры но и как раз чудесным образом доказывалась истина на Существе соборах вот правда бывают может быть различные споры что этого нет где-то в актах протоколах или вот заседаниях но нужно понимать что не все сохранилось не все документы и что действительно может быть и по поводу того же Тетя Николаевича творца правда он с Арием вступал в такую открытую политику конфликт вот что его даже остранили потом вернули Тетя Николая Мерлипийского но вот по крайней мере история донесла и предание то что такие были эпизоды что действительно можно доказать путем действительно горячей веры вот когда вот именно в таком вещественном доказательстве и показать свою горячую веру как бы в том числе Мефонский бывают конечно в его житиях такие эпизоды когда он кого-то наказывал за грех и так далее бывают это непонятно но он же понимает то что он вразумлял если он кого-то наказывал то значит ничего другого у него не оставалось вот таким вот спасибо Максим теперь в 20 веке ведь так же много вопросов канонических а почему теперь не собираются соборы ну собираются только соборы поместные архиерейские соборы касательно опять же вызова времени если вот мы возьмем деяние когда заседает священный сенот архиерейский собор то видно решение по такому допустим по поводу коронавируса было вот решение на соборе но вот выступление святейшего до этого были на различных соборах поместных и архиерейских по поводу допустим в 2000 году был архиерейский собор который принял основной социальной концепции русской православной церкви вот видно все вот эти вопросы по поводу биоэтики по поводу отношений к войне и миру по поводу вселенских вселенских нет но дело в том что на вселенских уже все было сказано если какие-то были соборы им прислали статус вселенский вот было в 9 веке но если какие-то будут необходимые вопросы то они конечно будут с участием представителей церквей вот всех какие есть в мировом православии вот но именно что касается вселенского именно вот это само название оно было в то время вот если бы была такая необходимость то созывались бы и такие соборы вот допустим когда избрание святейшего патриарха по месту собора русской церкви вот на нем и посреди другие церкви и так далее вот а именно вселенских значит должны все собраться но пока такого не происходило может быть когда-нибудь будет вот спасибо Максим теперь а кто принимал решение о созыве собора в то время кто принимал решение дело в том что тогда не было отделения церкви государства иногда вот сам император допустим если это первый собор то есть такие сведения что Костин Великий предоставил помещение и даже есть такое свидетельство о том что моему сердцу нанесло досаду то что неспокойствие он увидел что в обществе смута то что люди спорят он думал что если теперь свобода появилась в обществе в государстве теперь будет все равно будет повышено но к сожалению этого не прошло появляется ересь и вот иногда это был император сейчас Костин Великий император Феодусий младший император Феодусий Великий император Юсениам Великий в шестом веке он предоставил помещение вывел средства создал все условия чтобы все собрались и каждый вынес решение каждый собор любой озвучил свое мнение высказывал какое бы оно ни было и потом уже приходили к общему знаменателю к общему решению давали ответ на вызов времени который возникает в долгином столетии то есть светская власть да? принимает решение тогда не было делений на светскую где лучший император был христианин и он давал все необходимое чтобы не было никаких затруднений чтобы все собрались и так далее сейчас вот мы как правило если говорим светское значит нет меньше отношений к церкви в самом деле император был христианин хотя Костин Великого преселился только в грех смерти но жизнь была христианской ну почти вся то есть глава принял да? глава и государство чтобы не было этой смутой не было соблазна глава государства был в курсе событий предоставлял помещение и все остальное с этого условия и чтобы все собрались в одном как раз здании каждый выставил свое мнение кого бы оно ни было и наконец дал ответ на вызов возникший перед церковью спасибо следующий вопрос а решение на соборе принимается голосованием открытым или закрытым ну если взять Северный собор то здесь уже выступала сторона одна и другая чтобы узнать как учит тот или иной представитель того или иного движения вот иногда присутствует допустим Арий присутствовал иногда Нисторий не присутствовал и остальные тоже хотя их приглашали вот если не присутствовали то их заочно осуждали вот и высказывалось мнение церковь когда особенно первые церковные соборы когда еще были живы даже пережившие гонения был силен дух предания они чувствовали что нет мы так не верим вот Христос этому не учил вот и далее когда второй собор третий так далее видно было что это крайность учитель